Руководитель отдела строительства Басарского района и двух глав ТО обвиняют в хищении противопаводковых денег. Расследование дела завершила прокуратура Акмалиской области. По версии следствия, общая сумма похищенных денег составила более 300 миллионов тенге. Эти средства были выделены из резерва правительства три года назад для строительства двух многоквартирных домов и предназначились для 207 от Басарского района, проживающих в зоне потопления. Двое подозреваемых санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом. У подозреваемых нашли коммерческую недвижимость в Астане и Алматы, а также спецтехнику, строительное оборудование и деньги на банковских счетах. Часть имущества они сдавали в аренду, которая приносила преступный доход. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. Дело направлено в суд. Казахстан с Нового года запретит вывоз бензина и дизеля за пределы Евразийского союза. Соответствующую поправку в приказ предлагают внести Министерство энергетики. Речь идет о запрете на полгода вывоза с территории нашей страны легких дистиллятов, авиакеросидов и дизельного топлива, а также газойли, толуола, ксилола и битума нефтяного. Исключениями станут вывоз топлива с заводских бензопаков автомобилей, авиатоплива для проведения научно-исследовательских работ, а также отдельных видов нефтепродуктов в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Казахстана. Предлагаемый запрет на вывоз нефтепродуктов снизить дефицит топлива в стране, считает в профиле ведости. Казахстан Четырежда провели полноформатные переговоры, неоднократно встречались на полях международных мероприятий и беседовали по телефону. К слову, увеличивается торгово-экономическое взаимодействие стран и объемы взаимных инвестиций. В прошлом году каждая из сторон инвестировала в экономику друг друга более 3 миллиардов долларов. Осуществляется совместная деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодня реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов. Еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения. Росатом готов реализовывать новые проекты с Казахстаном. Об этом заявил президент России. Владимир Путин накануне госвизита в нашу страну опубликовал статью в газете «Казахстанская правда». В публикации он поделился видением современного состояния и будущего отношения двух стран и заявил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзеский характер, а также продолжает активно развиваться по всем направлениям. Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана. На сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, написал президент России. Сейчас в Казахстане действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что Росатом располагает уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов, компетенциями и техническими решениями и готов к новым масштабным проектам с казахстанской стороны. В Казахстане планируют ввести страховые выплаты в случае утечки персональных данных. Об этом сообщил глава цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадеев. Таким образом, речь идет о киберстраховании личных данных граждан нашей страны. Мера повысит ответственность операторов, которым в массовом порядке собирают персональные данные и тем самым компании обяжут внедрять более строгие меры информационной безопасности. В том числе заключать страховые контракты, а в случае утечек или кражи личных данных пострадавшим будут возмещать ущерб. Казахстанские должники придумывают различные способы попасть за рубеж, в том числе схемы, как обойти действующие запреты на выезд. Такие данные привели в Верховном суде. По закону выезд ограничивают тем, кто имеет непогашенные более трех месяцев долги. На сумму более 40 МРП. Это почти 150 тысяч тенге. Снять запрет могут только в том случае, если должнику требуется заграничное лечение. Только с начала года в суды поступило больше полутора тысяч прощений о снятии запрета. Но каждое второе из вынесенных постановлений было отменено. В основном из-за того, что должник не смог доказать необходимость проведения лечения за рубежом. Причем некоторые пытались уехать лечиться от болезни, с которым успешно справляется. И в Казахстане сообщили в Верховном суде. В Госсовете Китая предрекли Тайваню горестный финал за попыток добиться независимости при помощи США. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Бинхуа. Представитель также прокомментировал выдвижение в качестве американского госсекретаря сенатора Марка Рубио, сторонник жесткого подхода США в отношении Китая, который должен занять этот пост в администрации избранного президента Трампа. Какие бы люди, каких бы должностей не занимали в новом правительстве США, это не изменит статус Тайваня как части Китая, подчеркнул Бинхуа. Ранее председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе встречи с президентом США Джо Байденом назвал четыре красные линии в отношении между двумя странами, в том числе тайванский вопрос. С выше 600 руководителей Акиматов наказано за низкое качество рассмотрения обращения казахстанцев. Такие данные озвучил генеральный прокурор Казахстана Берик Асилов. По данным надзорного органа, только с начала года в Акиматы поступило больше одного миллиона обращений. Однако качество рассмотрения замечаний и предложений все еще остается низким. По итогам проверки, к различным видам ответственности привлечено больше полутора тысяч должностных лица Акимата. Из них больше 600 представителей руководящего звена. Прокурорам регионов поручено добиваться восстановления всех нарушенных прав заявителя и отмены незаконных решений, говорится в сообщении Генпрокуратуры Казахстана. Рост правонарушений и суицидов среди шамкенских школьников вызывает тревогу у прокуроров. Только за год они совершили больше 140 правонарушений. Самым распространенным преступлением среди детей является воровство, избиение и хулиганство. Такое агрессивное поведение школьников эксперты объясняют незаконным оборотом наркотиков. В этом году число несовершеннолетних, находящихся на учете в наркологических центрах, увеличилось в 8 раз. Вместе с тем растет и статистика суицидов среди подростков. С начала года в Шымкенте проведено 469 рейдов, в ходе которых полицейские выявили более 5000 несовершеннолетних, гуляющих без сопровождения взрослых. Израиль и Хизбула достигли соглашения о прекращении огня в Ливане на 60 дней. Переговоры шли несколько недель при посредничестве в США. Это стало первым шагом на пути к прекращению конфликта, в результате которого погибли тысячи людей, а также открывает путь к мирным инициативам и секторе газа. Президент США Джо Байден, выступив же после переговора с лидерами Израиля и Ливана, заявил, что США вместе с Египтом, Катаром и Турцией также предпримут усилия для прекращения огня между Израилем и Хамас. Наряду с переговорами с Хамас, США также хотят достичь соглашения, которое нормализует отношения между Израилем и Саудовской Аравией. Между тем, премьер-министр Бениамин Нетанеху заявил, что Израиль теперь сможет сосредоточиться на иранской угрозе и усилить давление против Хамас в секторе газа. Однако о своих замечаниях Нетанеху отметил, что если Хезбулла решит перевооружиться, то израильтяне ответят очередным ударом. Напомним, за последние два месяца в Ливане на результате израильских ударов и наземного наступления погибло около 3100 человек, а 1 200 000 человек, более пятой части населения были перемещены. В Казахстане начнут развивать карбоновое земледелие. Соответствующие соглашения подписаны на полях климатического саммита в Баку. Об этом сообщили на пресс-конференции в Астане, где озвучили главные итоги мероприятия. Сегодня Казахстан входит в десятку стран с самым большим потенциалом развития карбонового земледелия. Больше 200 миллионов гектаров угодья в Казахстане пригодны для такого метода аграрного производства. Напомним, этот способ земледелия минимизирует выбросы и улучшает качество почек, отмечают специалисты и позволит казахстанским фермерам повышать урожайность полей. Кроме того, для аграрив появятся новые методы господдержки. На полях КОП мы подписали соглашение между Министерством экологии и Международным стандартом карбонового земледелия ОРМАКС. Что такое карбоновое земледелие? Это бережные техники обращения с землей, которые позволяют сократить выбросы парниковых газов. Это хорошая возможность для казахстанских фермеров получить дополнительное финансирование на тех же площадях, которые у них есть, если они включатся в эту программу.